В одном из торговых центров Якутска прошли пожарно-тактические учения. В них приняли участие спасатели, сотрудники полиции и медики. Масштабное мероприятие включало в себя эвакуацию персонала и посетителей торгового центра, локализацию пожара, а также спасение, оказавшееся в ловушке на крыше людей. Продолжит Юрий Осипов. Возгорание произошло на втором этаже. В гардеробе одного из кафе торгового центра произошло короткое замыкание. В результате пожара пострадала площадь размером 70 квадратных метров. После срабатывания сигнализации к торговому центру стянулись силы МЧС. Такова легенда прошедших учений. На данных учениях отработка слажена, замечаний нет. Сложность объекта заключается в круглосуточном пребывании большого количества людей. К учениям были привлечены 9 единиц техники и 36 человек личного состава. Кроме того, участие приняли сотрудники полиции и служба скорой помощи. Но не все прошло гладко. Со стороны пожарной охраны сработали оперативно. Со стороны администрации надо будет еще подработать. Пожарная сигнализация вовремя не сработала. А также вести персонала. Охранники не знали, охранники ЧОП не знали, что делать. Вот этот минус. Пожарные успешно эвакуировали персонал и посетителей торгового центра. В то время как часть спасателей занималась локализацией пожара, другая снимала людей, попавших в ловушку, на крыше торгового центра. Для этого была привлечена пожарная лестница. Минут 20 просидел, услышал вызов, поднялся на крышу. Подъехали пожарные и спасли. Молодцы пожарные. С такими бойцами ничего не страшно. Придерживаются, страхуют. Отбор объектов, на которых проходит учение, производится в конце календарного года. Как правило, это места массового пребывания людей, а также лечебные, дошкольные и другие объекты. Это уже третьи пожарно-тактические учения. Впереди запланировано еще пять, которые пройдут в течение всего года. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.